За несколько лет в регионе в рамках национальных проектов должны построить 24 детских сада. Большая часть появится в Саратове и Энгельсе. Уже в этом году в областном центре началось возведение 8 объектов, к строительству 10 приступили в Энгельсе. До Нового года в эксплуатацию планируется ввести более десятка детских садов. Львиная доля денег на реализацию нацпроектов поступает из Москвы. Но даже столичное финансирование – это не гарантия успеха. В России таких примеров предостаточно. Да и Саратов данная болезнь стороной не обходила. Регион когда-то неоднократно называли в числе отстающих при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Вот и с детскими садами не все так просто. В августе Саратовская область попала в число субъектов, где к темпам возведения дошкольных учреждений есть серьезные вопросы. Премьер Дмитрий Медведев даже давал поручение Министерству просвещения проанализировать причины низких темпов строительства дошкольных учреждений. Мы тоже не остались в стороне и посетили несколько строительных площадок в Саратове и Энгельсе. Со времени поручения Дмитрия Медведева прошло полтора месяца. Очевидно, что в регионе темпы строительства ускорились. Это микрорайон «Звезда». Здесь детский сад уже достраивают, рабочие перекрывают крышу. Сомневаться не приходится, объект сдадут срок. Практически готово здание и в микрорайоне «Авиатор». Этот детский сад единственный, который возводят в рамках проекта «Жилье». Остальные проходят по демографии. В Энгельсе тоже есть передовики. Работа на площадке в переулке Восточном кипит даже после обеда в пятницу. Чего не скажешь о поселке Прибрежном. Перед съемочной группой сначала просто захлопывают ворота. Правда, после небольшой паузы дают сделать несколько кадров. Но на главный вопрос эти картинки ответы не дают. Почему мы вновь оказались в числе отстающих? У нас вообще есть вопросы, на которые лично мне, при всем моем опыте, как депутата, ответов найти не удается. Ну, давайте поймем. Нацпроекты – это островой хребет. Рост экономики и благосостояние людей. То есть это абсолютно правильное принятое решение президенту, которое должно быть реализовано. В рамках наших полномочий принимается закон области об очередном бюджете. В нем все расписано. Было это, большей частью, в декабре прошлого года, что-то еще раньше. Что-то было в январе, что-то в феврале. Вот после этого следует определенный цикл процедур в рамках закона. Значит, разработка проекта сметной документации, которая вообще-то должна предшествовать принятию этого решения, если брать с правовой точки зрения. Значит, объявление аукцион против 50-е. Там, конечно, разрыв, ну, где-то 3-4 месяца, он обоснованный. Но полгода тайно за семью печать. Между тем, региональные власти уверены, свою часть задачи они выполнили. Деньги до муниципалитетов доведены. Все остальные вопросы именно к чиновникам на местах. Соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Саратовской области, они были заключены в феврале. В последующем у нас уже в марте денежные средства были через областную думу заведены до муниципальных районов, соответственно. И последующая процедура – это уже по доведению денежных средств до муниципалитетов. Вы знаете, у нас вообще процедура строительства объектов, она четко регламентирована законодательством. Определение подрядчика на строительство также регламентировано 44-м федеральным законом через прохождение конкурсных процедур. Поэтому вы прекрасно же понимаете, что если объявлен аукцион и на аукцион никто не вышел, то данный аукцион не может быть признан состоявшимся. И заказчик тогда в данном случае повторно выходит на аукцион для определения, для того, чтобы кто-то заявился из строительных организаций для строительства объекта. Трижды пришлось проводить аукцион в Энгельсе. Никто из местных компаний не желал строить детский сад в летном городке. В итоге победитель определился лишь несколько недель назад. Детский сад в Энгельс-1, во-первых, он считается достаточно большим, 160 мест по сравнению с теми проектами, которые у нас были, на 40. На нашей территории вообще есть, конечно, и по 320 мест, и по 240. Но в рамках реализации в 2019 году для нас это, да, один из самых больших садиков. Поэтому наши энгельские строители не готовы были выходить и в такие короткие сроки построить сад. В роли подрядчика выступает компания, которую возглавляет Леонид Песной. Времени на раскачку у строителей попросту нет. Детский сад, который по проекту организации строительства надо строить, по-моему, 18 месяцев, придется строить за 4. Ну, ведь проект организации строительства, это как инструкция по полетам. Он ведь тоже написан нормой и кровью. Но почему-то у нас в последнее время отношение к Авралу стало как к какому-то достижению. О, за 3 месяца построили детский сад. А зачем? В режиме Аврала, судя по всему, придется работать и на этой площадке. На улице Лесной, на 1-й дачной, строят детский сад на 160 мест. Начало строительства – третий квартал 2019 года. Окончание – уже в четвертом квартале. Кстати, проект строительства, который должен был заказывать муниципалитет, тоже пришлось оплачивать предпринимателям. Мне пришлось в рамках социального бизнеса платить, по-моему, два проекта детского сада. Один в Кировском районе, может быть, даже один и в Эмбельсе. Но это вообще, конечно, нонсенс. Я знаю, что я никогда ни один детсад в этом году не собирался строить. Но вот пришлось. Между тем, областные власти считают, что в будущем подобных неожиданностей уже не будет. В этом году у нас в правительстве создан комитет как раз по реализации институционных проектов, которые централизованно будут как раз сопровождать процедуру строительства объектов. И уже сейчас в отношении объектов 2020 года проводятся как раз мероприятия по проектированию, для того, чтобы до конца этого года уже провести конкурсные процедуры по определению подрядчиков, и чтобы 2020 год уже с начала года приступить к ремонтным работам. Но это в будущем. А в настоящем проблем тоже можно было бы избежать. Обязанности следить за реализацией нацпроектов в Москве возложили на силовой блок. Еще в марте на коллегии в Генпрокуратуре президент Владимир Путин говорил об особой ответственности сотрудников надзорного ведомства. Так как же получилось, что в Саратове снова дошло до Аврала? Их роль, конечно, тоже здесь контролирующая, значит, однозначно. Но контроль, на мой взгляд, надо осуществлять по всей цепочке. Вот от того момента, как депутаты облдума проголосовали, до момента, когда действительно губернатор приехал и поздравил с новосельем. По данным Министерства образования, до конца года в регионе нужно сдать в эксплуатацию 11 детских садов. И у ведомства Сергея Филипенко еще есть время, чтобы вспомнить о поручении президента. Редактор субтитров А.Семкин